Романист Они очень быстро, они увлекательные. Елизаров представит в них как мастер слова, мастер языка, но при этом в них много даже не трэшевости, а чего-то москультового, чтобы привлечь читателя. Я думал, что же объединяет эти романы и библиотекаря, что же объединяет их с новеллистикой Елизарова. Мне представляется, что это определенная антиинтеллектуальность, антиинтеллигентность. Герои Елизарова часто это матершинники, шпана, крутые мужики, конкретные пацаны. Все они кристально чистые и понятные. А есть мутные интеллигенты, западники, либералы, которые вносят свою правду, которые пытаются поклебать традиционную мускулиность, традиционную мужественность и вносят свои опасные идеи. Особенно это явно в Пастернаке, где обливается грязью великий поэт Борис Пастернак и предстает как некий демон-птеродактик, который объединяет самых разных сектантов в борьбе против чисто русского. Потому ничего удивительного, что с этими сектантами сражается не только священник православный, но и матершинник рядом с ним, а рядом с ним еще и родновер. Так вот, что удивительно, те же мультики не разделены на главы, воспринимаются очень легко, очень быстро читаются, в них есть единая интонация, единое повествование. И вообще фантазийность романной структуры у Елизарова такова, что романы читаются у него гораздо быстрее и легче, чем рассказы. Рассказы порой кажутся чем-то ненормальным, чем-то девиантным, а в романах все это на своем месте, воспринимается как очень здоровое такое, нормальное мужицкое противостояние интеллектуалам. Потому даже в мультиках такой персонаж, как Разум Разумовский, который насильственно внедряет педагогические клише в сознание перевоспитуемого подростка, представитель Шпаны, даже он воспринимается как носитель вот этого интеллигентского сознания, как нелюдь, как называются такие люди, пастернаки. Так вот эти нелюди, вот эти самые западники, либералы, интеллигенты, такие неуловимые в споре, такие неуязвимые, не зря в прологе пастернака с таким интеллигентом спорит его оппонент в основном матом, что неудивительно. Так вот, все это деление на хороших и плохих, которые месяц друг с другом, у Елизарова конкретской сказки, все очень просто на самом деле. И вот это пионерско-гайдаровское воспитание сверхлюдей с детей тоже у него воспринимается как такое, как он пишет в эссе о Гайдаре, «Слезы, которыми плачут пионеры, чисты, как авиационный бензин, в них нет ничего сопливого и слюнявого». По-моему, где-то так это написал. Так вот, вот эта вот любовь к Елизарову этих самых интеллигентов, интеллектуалов, которые вручают ему премии, только тем и можно объяснить, что они мазохисты. Мы интеллектуалы, интеллигенты, мазохисты. Мы любим, когда нас вываливают в грязи, когда нас обвиняют, поливают помоями. Мы это любим. Поэтому вручаем призы тем, кто нас ненавидит. Поэтому дружба Елизарова с Прилепином становится понятной. Тоже вот эта вот мускулинность у того и того. И только Прилепин более мудро в художественном отношении. Он не противопоставляет одних другим и не призывает к физическому уничтожению своих оппонентов. Может, исключая военную тему. Елизарова, конечно, талантлив. Он очень талантлив. Он может увлечь, он может написать так, что не оторваться. Мультики читал до пол первого ночи. Читал за один день фактически. Возможно, даже роман лучше библиотекаря. Поэтому даже такие персонажи, как, например, герои-члены читаний Моховой в библиотеке, которые пытаются одолеть всех, которые не может никто победить, это, по большому счету, и есть угроза феминизации мужского начала, с которым борются, которые не могут никак одолеть другие герои. И прочие какие-то персонажи, прочая вот эта вот зацикленность Елизарова на детстве, вот эта вот какая-то инфантильность его творчества. Это все нужно для того, чтобы показать, вот мы крутые мужики, мы крутые конкретные пацаны, мы боремся за Россию, мы боремся с интеллигентами, с интеллектуалами, насилиями ложной духовности, которые пытаются в нас что-то внедрить, которые чужды нам, которые задали против нас зло, которые умны, изворотливы, как змеи, которые гадки и так далее. Их надо победить, их надо уничтожить. Становится понятный реверанс Елизарова в отношении немецкого нацизма. В том же рассказе я вернусь, например. Потому что нацизм ведь такой маскулинный, он ведь такой мужественный. Поэтому все становится понятно. И вот эта вот советскость Елизарова, потому что советская власть, это власть для простаков, в общем-то созданная для простаков и нормальных таких конкретных пацанов, конкретных мужиков, антиинтеллигентная, антиинтеллектуальная власть, борющаяся против духовной элиты, тьфу-тьфу, сказал бы Елизаров. Это самая духовная элита, которая двигает искусство, науку, культуру вперед. Именно она, ненавистная Елизарова, именно с ней он борется. Поэтому он так любит шпану, так любит ПТУшников каких-то, каких-то примитивно мыслящих людей, которые кажутся ему такими понятными, такими кристально чистыми. Поэтому в мультиках, в романе-мультике, в общем-то, героизируется, романтизируется этот слой общества. И таким ужасным предстают те, кто их перевоспитывает в духе заводного апельсина Энтони Бёрджеса и Стэнли Кубрика. Но при этом в том же Пастернаке все становится на своих местах, потому что там становится все понятно, где свои, где чужие, где стадион, как сказал бы Роман Карцев. Все на своем месте. И вот эта вот борьба со злом, борьба с чем-то мутным, непонятным, интеллигентным, интеллектуальным, которая развалила страну, потому что реванш интеллигентов-интеллектуалов в 90-е и в его перестройке становится тоже понятно, почему разрушился Советский Союз, потому что интеллигенты, интеллектуалы в какой-то момент взяли верх. Ну, это, конечно, так думает Елизаров, так я, например, не думаю. Но именно вся эта гадость ринулась в культуру на улице, в телевидении, в газеты, и именно с ней надо бороться. Поэтому, в общем-то, не судьба православия его заботит в том же Пастернаке, который ослаблен был многочисленными сектами. Ему интересует именно вот эта ложная духовность, овеянная, так сказать, осененная Борисом Пастернаком как главным гением зла с его позиции. Потому что, экспериментировавшись с языком Пастернак, конечно, непонятен широким массам. Он элитарен. Это не какой-нибудь Демент Бедный. И вот эта элитарность, поэзия, элитарность культуры, именно она ненавистна Елизаровым, и с ней пытается бороться со своими романами. Именно поэтому под его знамена, так сказать, становятся все, кого унизили интеллигенты, интеллектуалы, кто не понимает всех этих штучек, фенчиков этой игры в бисер бесконечные, которые едутся в культуре. Поэтому и на его концерты, где он исполняет свои песни примитивные, гадкие, тоже многие ходят, продолжают ходить. Все именно в этом-то причина, по большому счету. Потому что он такой простой, свойский парень, такой здоровый мужик, который мужицкое, мужественно защищает. Именно поэтому романы так популярны. Среди именно крутых мужиков, скажем так, конкретных пацанов. И то же самое Прилепин популярен поэтому в этой же связи. Именно у него точно такие же герои совершенно. Именно поэтому эти люди становятся так называемыми патриотами, в кавычках, которые ненавидят все либерали, ненавидят все западное, пытаются с этим бороться. Которые так любят Советский Союз, которые любят Лимонова того же, особенно позднего. И сам Лимонов, в общем-то, такой же. Им главное доказать этим людям, что они не дети, что они крутые, что они взрослые. Но в этом есть такое что-то, в этой токсичной мускулиности, есть что-то настолько инфантильное, настолько детское, примитивное, настолько, именно вот, чтобы меня признали, чтобы я хочу всем доказать, какой я есть, что я крутой, посмотрите на меня. Вот мне что-то детское, невероятно, что-то инфантильное. Ну что поделать, таковы и Прилепин, и Елизаров, и многие другие, в кавычках, патриоты классные, которые борются против, не только против, действительно существующего зла на Западе, но и против вообще Запада, против того, что есть в нем хорошего. Но никогда этого не понять. Интеллектуалам никогда не понять этой ненависти к ним. Интеллигентам никогда не понять этой ненависти, которую испытывают к нам все остальные. Но все же будем надеяться, что литературными друзьями для интеллектуала российского книги Елизарова не могут стать. Хотя примеры новопитерского филолога доказывают обратное. Все это же мы, интеллигенты так любим, что нас вываливали в грязи, чтобы нас так ненавидели. Мы во многом мазохисты. С этим надо что-то делать, иначе мы уже не духовная элита. Мы вручаем премии таким произведениям, как Елизаровские. О чем это говорит? Что мы сами себя ненавидим. До свидания.